В Витебской школе номер 6 прошло торжественное открытие областного этапа Республиканской Олимпиады по трудовому обучению. Для выхода в заключительный тур лучшим учащимся предстоит выполнить ряд непростых теоретических и практических заданий. В таких соревнованиях одинаково важны знания, навыки и творческий подход. Что представляет собой в жизни известная пословица «умелые руки не знают скуки» узнавал Дмитрий Станский. Юноши соревнуются между собой в слесарном, столярном деле, девушке – в кулинарии, шитье. По аналогии с другими школьными предметами, здесь также нужно выполнить задания за определенный промежуток времени. Но для победы очень важен результат практической части, где требуется приложить немало сил, максимально раскрыть свой талант и уникальность поделки. Она интересна сама по себе тем, что здесь есть творческие туры, творческие задания, когда ребята, которые любят работать руками, у которых хорошо это получается, это и мальчики, которые представляют свои изделия из дерева, металла, это по техническому труду и девочки, которые обучаются обслуживающему труду, которые любят вышивать, шить, заниматься другими видами рукоделия. Они представляют свои творческие проекты. Победа в Республиканской Олимпиаде приносит не только радостные эмоции, но и служит солидным подспорьем к дальнейшему профессиональному развитию. Государство заинтересовано в развитии и продвижении талантов, в том числе на уровне высшего образования. Министерство образования вело такую льготу, как поступление в вузы по специальности. И те дети, которые берут дипломы на третьем этапе Олимпиады, они имеют право поступить по своей специальности в вузы без вступительных экзаменов. Даниил Луцейкович в третий раз принимает участие в Олимпиаде по трудовому обучению. В прошлом году он занял первое место в областном туре и третье в республиканском. Под чутким руководством тренера школьник постоянно совершенствует навыки работы с различными материалами. Самым сложным была все-таки подготовка к Олимпиаде. Ну и морально подготовиться, не бояться всего участвовать и быстро сделать практику. В быту постоянно пригождается, и вот родственникам помогаешь-то изготовить, сделать. В быту это, я считаю, самая полезная Олимпиада, так как много чего надо самому делать. Олимпиада по трудовому обучению проходит уже более десяти лет подряд. За время ее существования было раскрыто большое количество талантов. Некоторые участники связывают свою будущую профессию с полезным и увлекательным ремеслом. Дмитрий Станский, Вячеслав Соловьев, телекомпания «Скиф».